Не могу сказать, так это или нет. Я не думаю, что им даже дадут шанс. В древности вообще шудрам запрещено было к йоге близко подходить. Просто запрещено, это причем до смерти. Почему? Ну, потому. А, хороший вопрос. Я тоже много лет назад прочитал одну историю про Раму. Ну, кто-то, наверное, слышал эту историю, в какой-то видеолекции уже рассказывал. Ну, кто-то не слышал, поэтому повторюсь. Когда порядка 870 тысяч лет назад на этой планете правил Рама, причем где-то в северных широтах они жили, где на русском севере до сих пор еще остались слова в русском языке, связанные с тем периодом. И, соответственно, считается, что Рама правил очень долго, то есть 12 тысяч лет, и было полное благоденствие. Природа, она была в полной гармонии с людьми. Люди жили по совести, и природа к ним точно так же относилась. То есть всегда была хорошая погода, дожди шли только ночью. То есть день заканчивается, солнце садится, люди легли спать, прошел дождь, пыль спребила, люди проснулись, каждый день новый день, прекрасный солнце, все прекрасно. Как здесь? А? Как здесь, ребят? Ну, вам видно, я не знаю. Соответственно, на прямом этапе у одного брахмана умер ребенок. И, соответственно, это было, ну, это невозможно было, чтобы родился ребенок на планете во времена Рамы, и чтобы он умер, это было, ну, абсурд, это невозможно было. Детской смертности вообще не было. Понимаете? Благостные времена. Соответственно, брахман, недолго думая, берет от этого труп ребенка и приходит к Раме и говорит, Рама, у тебя проблемы на планете. Рама говорит, почему? У меня, говорит, умер ребенок, ты неправильно правишь, и из-за тебя у меня умер ребенок. Кто задумался, что да, действительно, по писаниям так и есть. Если происходит какое-то бедствие, это проблема у правителя. Тогда Рама вызывает Вайтман и, соответственно, облетает страны, в которых он правит. И в отдаленной стране смотрит под деревом человек. Человек развел костер, привязал себя ногой к ветке и спустился на веревке так, что он висит кверх ногами над костром головой и вдыхает дым этого костра, таким образом убивая себя. А это егическая эскеза. То есть иногда такую ужасную практику делают для определенных вещей, ну, крайне-крайне редко. И мало кто может себе это позволить. То есть представьте, какая решимость была у этого человека убить себя этим дымом костра, соответственно, для того, чтобы чего-то достичь. Когда Рама прилетел, он задал ему один-единственный вопрос. Ты, говорит, друг, какой касты? Он говорит, я Шудра. И Рама ему сразу отрубил голову. Мне потребовалось шесть лет, чтобы понять почему. Я тоже не понял, какой-то отмороженный Рама, да, ну что, висит какой-то отморозок, там дышит костром, в чем проблема-то? Но в действительности все это имеет определенный смысл. Потому что если он накормовал, то для Шудр было только одно предписание – работать, не покладая рук, служить. То есть если у тебя уровень развития такой, что ты, как это сказать, через себя только проходят энергии, то если ты достигнешь любого другого более благостного состояния, через тебя все равно эти энергии будут проходить и свои возьмут. Поэтому им четко предписывалось – если ты уже деградировал, не покладая рук, трудись, служи, только тогда ты сможешь постепенно эволюционировать. Короче, труд облагораживает человека. Вот этот концепт в советическом обществе была максимально реализована для этих людей. Понятно? Поэтому, будут он там энергию поднимать, не будет, я думаю, что вряд ли у него получится. У него очень много будет проблем, которые будут забирать его энергию систематически. Спасибо. Спасибо.